Этот день знаний станет особенным для всей Анапской системы образования. Впервые за 30 лет 1 сентября в нашем городе откроются сразу две новые школы. Еще три в этом году вошли в федеральную программу модернизации образовательного пространства. В них проведут капитальные ремонты, обновят материально-техническую базу. И это только начало. Мы с вами заключили, вы в курсе, знаете, консессионное соглашение по строительству новой школы, вот такой же, в которой мы находимся сейчас здесь, тоже в другом нашем сельском округе, в Приморском, в Цибанобалке, на 1550 мест. Сейчас там уже активно приступили к изыскательским работам, к проектированию. Ну и по планам рассчитываем, что в конце года или в начале следующего, не позже, уже подрядчики приступят к строительству. Срок окончания там строительно-монтажных работ – конец 2024 года. Буквально 2-2,5 года мы с вами подождем. В 2025 году у нас будет новая, очень комфортная, благоустроенная школа в селе Цибанобалка. Сегодня также мы занимаемся, уже занимаемся проектированием школы здесь, дополнительно, в городе, на Ленина, 191. Тоже на 1550 мест. Причем там школа не совсем типовая, уникальная. Там школа с двумя бассейнами, очень комфортными, которые будут давать возможность, помимо образовательного процесса для детей, еще и какие-то межшкольные соревнования проводить. Много мы с вами планируем, много готовим материалов, проектных проектов, проектную сметную документацию. И на первую школу 400 мест пристройка, и на третью школу Витязева 400 мест пристройка, и новые нам нужно. Вообще всего по новому генплану за следующие 20 лет, время, конечно, покажет, но, по крайней мере, мы такую возможность для себя заложили. Должно быть построено не менее 30 новых школ. Главное, что землю под них в генеральном плане мы зафиксировали. Одновременно есть решение и другого, не менее важного вопроса. Сегодня школы нуждаются в новых кадрах, растет престиж профессии педагога, но этого недостаточно. Уже есть варианты поддержки молодых учителей. К примеру, рассматривается возможность компенсации оплаты за аренду жилья специалистам при условии их трудоустройства на срок не менее трех лет. В мэрии ждут предложения от самих педагогов. Для этого в ближайшее время планируется организовать круглый стол. Я уверен, мы найдем ряд таких вот существенных мер поддержки для того, чтобы учителям хотелось становиться. К дню учителя, буквально уже через месяц, мы уже вместе с вами представим проработанную версию вот этого положения. Какие меры вместе примем для того, чтобы сделать еще более и престижной, и комфортной, в том числе и финансово, профессии учитель. Давайте вместе принимать. И примеры таких совместных действий есть. В прошлом году было принято коллегиальное решение о проведении конкурса на лучшее образовательное учреждение. Теперь он станет традиционным. В бюджете на следующий год мы уже заложили средства в размере 20 миллионов рублей на этот призовой фонд. Причем средства будут направляться не только на обновление материально-технической базы школ победителей, но и на стимулирующие выплаты педагогическому составу. Сегодня в завершении педагогического совета были награждены победители конкурса. Мэр Анапы и председатель совета в торжественной обстановке вручили благодарственные письма руководителям лучших школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.